Вице-президент США, предполагаемый кандидат от демократической партии в президенты Камала Харрис, опубликовала первое официальное предвыборное видео. В минутном ролике затронуты темы оружия, права на аборт и медицинских страховок. «Я Камала Харрис, и я баллотируюсь президента США», — говорит Харрис в ролике. Ключевая тема видео — призыв к свободе. В видеоролике слово «свобода» звучит 12 раз. Вице-президент призывала к свободе от насилия, связанного с ним оружием, и к свободе распоряжаться своим телом. Также Харрис заявила, что выбирает будущее, где каждый может позволить себе медицинскую помощь, и где ни один ребенок не будет жить в нищете. На фоне фрагментов с выступлением республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа и вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса звучат слова «Есть люди, которые считают, что мы должны быть страной хаоса, страха и ненависти». Действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки, но остался исполнять обязанности до конца срока. В качестве замены собственной кандидатуры политик выдвинул Харрис. Сторонники Трампа обвиняют Харрис в заигрывании с радикально левой идеологией. Ранее в интервью «Нью-Йорк-Пост» Трамп назвал Харрис «тупой и злобный». Также Трамп раскритиковал послужную список Харрис на посту генерального прокурора Калифорнии, указав на ее предполагаемую мягкость в отношении преступников и обвинил ее в миграционном кризисе на границе с Мексикой. Ранее в своем первом публичном выступлении в качестве кандидата в президенты Камала Харрис пообещала победить Дональда Трампа. Согласно последним опросам, ни у одного из кандидатов нет явного отрыва. Согласно большинству опросов, Трамп несколько опережает Харрис. Опрос же проведенный Ройтерс показывает лидерство Камала Харрис на 2%. Трамп уже официально выдвинут кандидата в президенты республиканцами. Демократы должны выдвинуть своего кандидата на съезде в августе. Харрис стала предполагаемым кандидатом после отказа президента Джо Байдена баллотироваться на второй срок, несмотря на победу на праймерис.